Спасибо. Мне 25 минут даете. Хорошо. Уважаемые коллеги, как известно, в настоящее время как основа математики, так и физики находятся в глубоком кризисе. Если идеи и результаты получены в основе математики, в своем поступательном развитии такого состояния достиг в том случае, когда начал пользоваться идеями теории бесконечного множества, то идеи и результаты, получаемые в основе физики, такого кризисного состояния достиг в том случае, когда в своем поступательном развитии начал пользоваться основными идеями и уравнениями теории относительности и квантовой механики. Как известно, при таком положении дел как математики, так и физики за помощью обратились к идеям с давних пор получаемых в основе философии. Им казалось, что философия как раз является учением, основной целью которого является разработка основы теории мышления. Поэтому им казалось, сделав правильный выбор идеи и результаты удовлетворительных, выполняющих роль основы теории мышления, далее им удастся выявлять причины, из-за которых возникли основные трудности их науки и тем самым их устранить. Как известно, как математики, так и физики на основе анализа идеи и результатов с давних пор получаемых в основе философии свой выбор остановили на методах съем, как на основном методам мышления. Поэтому далее, беря за основу возможностей этого метода, ими были проведены анализы и идеи и результаты с давних пор получаемых в основе математики и физики. Однако, как известно, на таком пути как математикам, так и физикам особо ценных результатов не удалось получить. О том, что на основе приложения возможностей метода, как съем, особо ценных результатов не удалось получить, очень хорошо писал американский математик Моррис Клайн в своем книге «Математика. Утрата определенности» в 1984 году наш издавался. О том, что на базе возможностей метода, как съем, особо ценных результатов не удалось получить физике, очень много пишет в своих книгах Владимир Акимович Атсиковский. Теперь, вот после вступительной части, я перехожу на основную часть. Теперь я расскажу вам о том, что мне удалось сделать при таком положении вопроса, когда явно было налицо, что идея и результаты метода Аксиома не может удовлетворительно выполнять роль основы термышления. При таком положении вопроса я поступил следующим образом. Заново анализируя идеи и результаты, с давних пор получаемых в основе философии, я осознал, что наиболее ценным является идея и результаты, полученные в основе философии, является неосознание того, что идея и результаты метода Аксиома выполняют роль основы термышления. Мне удалось осознать, что из идеи и из результатов, выработанных в основе философии, наиболее ценным является мысль о том, что придет дни, когда золотого фонда интеллектуального достижения человечества можно будет систематизировать и тем самым объединить с помощью схемы 1. Вот схема 1. При построении этой схемы, номер 1, я за основу брал идеи и результаты, опубликованных Декартом в его книгах, правила для руководства ума, рассуждения о методе и начала философии. Согласно сути новых идей, которые приняты за основу при построении этой схемы, существуют основные разделы науки, самый фундамент, и в которых ворабатывается основополагающий метод мышления. Согласно сути новых идей, если удастся сделать правильный выбор этих основных разделов наук и того метода мышления, который является основополагающим, то далее, беря за основу его возможности, можно будет решать задачи, присущие всем последующим разделам наук. Значит, согласно моему подходу, который я нашел в Декарте, самое главное, сделать правильный выбор здесь основного раздела наук и основного метода мышления, а остальные, само собой, решаются. Теперь я вам расскажу о том, как далее, то есть после построения этой схемы, я смог пользоваться его основными идеями. Как известно, обычно Декарта принимает за основателя не только философии нового времени, его считают также за основателя основы науки нового времени. Его за основателя науки нового времени принимают в основном из-за того, что им в роли основы теории мышления, сам этого не совсем сознавая, был принят алгебрические уравнения. И далее на этой основе при решении задач геометрии были получены основные уравнения алгебрические геометрии, то есть аналитические геометрии. Как известно, несколько позже Левенус и Ньютон показали, что при решении задач геометрии и кинематики в роли основы теории мышления можно пользоваться не только идеями и уравнениями алгебрии, они показали, что в таком роли можно пользоваться также возможностями идеи и уравнения архметики. Имея в виду эти факты, я далее имел возможность совместно анализировать идеи учтенные при постарении схемы 1 и идеи и уравнения, которые дали то есть современные Декарта, Левенса и Ньютона были получены в основе математики и физики. Все это дал возможность осознать, что постепенно в нашей науке созревают идеи и результаты, которые можно учесть с помощью схемы 2. Вот схемы 2 и 3. Вот постепенно созревают идеи и результаты, которые можно учесть с помощью схемы 2 и 3. Довлет, ты помоги мне. 4-5, да? А, получится. Заметим, после постарения этих схем теперь уже нетрудно было осознать, что при успешном завершении идеи и результатов учтенных с помощью схемы 2 и 3 от предыдущей схемы удается успешно завершить разработку основ теоретической философии, то есть теоретической физики. Тогда как при успешном завершении разработки идеи и результатов учтенных с помощью 4 и 5, 4, удается успешно завершить разработку основ эмпиристской философии, то есть эмпиристской физики. С другой стороны, анализируя эти же результаты, теперь уже нетрудно было осознать, что с помощью этих схем удается выдалить идеи и результаты, которые имеют непосредственное отношение к пути истины, от идеи и результаты, которые были получены на ложном пути. Например, если анализировать результаты, которые учтены с помощью схемы 2 и 3, 2 и 3, то можно заметить, что в числе идей и результатов, полученных в основе теоретической физики, отсутствуют явно основные уравнения матрищной механики. основные уравнения матрищной механики. Отсюда можно сделать вывод о том, что основные уравнения матрищной механики, хотя и получены с целью реализации очень правильной и ценной идеи, однако получена она на ложном пути. Разумеется, для того, чтобы доказать, что это действительно так, вначале надо будет удовлетворительно завершить разработку идеи, учтенных с помощью схемы 2 и 3, 4 и 5. Вот схема 2 и 3, последние клетки были запяты, вопросительный знак, не заполненные. Только после этого, когда уже правильно будет понятна природа основных уравнений, учтенных с помощью этих схем, как уравнения, имеющих непосредственное отношение к пути истины, можно будет понять, почему основные уравнения матрищной механики не нашлось места в этих схемах. Теперь я расскажу о ваших чертах, как удалось в принципиальной части завершить разработку основной эмпирической философии. То есть эмпирической физики. Это схема 4 и 5. Как видим, при построении этих схем с основы теории мышления приняты идеи теории вероятности. Вот в самом начале. То есть вероятности архметики. Затем основные результаты получены в области теории строения В6, вот верхняя схема, вторая клетка, и физическими, нижние. Значит, вот теории строения веществ в физическом химии, типичные уравнения, приняты за результаты, которые могут быть приняты за решение задач многих частиц, для этого принимая основные основы теории мышления, теории вероятности. Затем эти результаты обобщены в таком аспекте, что теперь объектом исследования может оказаться не только обычные атомные молекулы, как это исследуется в физической химии. Это уравнение обобщение еще на тот случай, когда на базе их возможностей можно будет исследовать такие макромолекулы, как высокомолекулярные соединения, коллоидные частицы. Затем эти результаты приняты за основу при решении задач биологии, психологии, социологии. Вот то есть схема. Здесь я о том, как эти результаты присущи теории строения веществ и физической химии каждый раз обобщались таким образом, чтобы теперь на их основе можно было решать последующие задачи биологии, психологии, социологии. Я подробно останавливаться не смогу, а во всем этом подробно написано в моем книге опубликованной в этом году под названием «Алгебрические архметические уравнения основ теории познания». Теперь я в общих чертах расскажу, как мне удалось завершить замкнуть, заполняя вот эти вопросительные клетки вопросительным знаком, результаты получаем в основе теоретической физики. Вот я для этого вернусь на схеме 2-3. 2-3, да? Да, да. Как видим, при построении этих схем за основу теории мышления приняты алгебрические и архметические уравнения в самом начале. Поэтому далее основные уравнения алгебрические геометрии, архметические геометрии, еще дальше алгебрические кинематики, архметические кинематики были приняты за уравнения, которые были получены при решениях задач геометрии и кинематики с точностью пришествующей алгебрии и архметики, которые стоят в самом начале. Заметен такой подход, когда природа в основном уравнении алгебрические геометрии, архметические геометрии, алгебрические кинематики, архметические кинематики удается принимать за уравнение имеющих смысл полученные при решениях задач геометрии и кинематики с точностью пришествующей алгебрии и архметики Что разработка основ тереоритических физиков тоже должна завершаться с получением основных уравнений алгебреской физики и ахметической физики. Это очень важный момент. Если мы принимаем с основы алгебрическое уравнение, архитическое уравнение, как основу червя мышления, на этой основе решаем задачи геометрии и кинематики, получая алгебрическое уравнение, архитическое уравнение, геометрия и кинематики, то основные уравнения теоретической физики должны иметь характер как основные уравнения алгебрической физики и архитической физики. Поэтому нам удалось усовершенствовать и уточнить понимание природы основного уравнения теории Гамильтона-Яковича-Ретинга и основного уравнения статистической механики Гиббиса, таким образом, чтобы мы имели возможность принимать их за основное уравнение алгебрической физики. Причем такое понимание природы этих уравнений надо было осуществлять так, чтобы далее на основе этих же уравнений можно было получить решение, имеющие кванты физики. Вышелкивать вот на левой стороне какой нужно? Сделай мне этот слайд, сделай, слайд, шестой. Дальше, дальше, дальше. Ага, вот это. Нет, Джан, Джан. Следующий. Следующий. На следующий. Ага, вот, вот. Я вот повторю мысль. Значит, основные уравнения, что они в основе теоретической физики теории Гамильтона-Яковича-Ретинга по одному маршруту, по другому маршруту основные уравнения статистической механики Гиббиса, их природу надо было интерпретировать в таком аспекте, чтобы на их основе можно было получить дальше уравнение архметической физики, то есть квантовой физики. Вот, имеющих, вот, верхнее для уравнения среднего решения это, как известно, а это решение получено из уравнения статистической механики Гиббиса. Таким образом, теперь, после того, как удается принимать выражение вида, вот которое предыдущий показал, за решение уравнения теории Гамильтона-Яковича-Ретинга, а те последующие, как решение статистической механики Гиббиса, мы имеем возможность вместо схемы 2.3, которые с вопросительным знаком, незаполненным, заполнены все этими темы результатами и получат завершенные результаты, вот схемы... Вот это... 7-8, да? 7-8, да? 7-8, да? Имеем возможность объединить, при этом получая результаты систематизированных с помощью схемы 8... 8-9. 8-9. На наш взгляд, для объединения схемы 6-7 и 4-5, при этом получая результаты схемы 8-9, есть все основания и его уравнения, и его... те уравнения, которые получены на основе... ...эмпирийские физики, здесь на основе уравнения теоретической физики, получают доказательства. Это является основанием для их объединения. Теперь мы, наконец, имеем возможность в общих чертах рассказать о том, что все это дает для решения конкретных задач. Действительно, мне удается здесь объединить до сих пор получаемые наиболее важные результаты в области эмпирийской физики и теоретической физики. А если они действительно правильно получены, нам должны дать возможность решить конкретные задачи. Если новые полученные идеи и результаты правильные, как мы об этом думаем, то, беря за основу этих результатов, можно будет решать все тех задач, правильные решения которых до сих пор оставались проблематичными. Как известно, одна из таких задач является явление причин того, почему так называемая квантовая физика, которая вначале начала очень хорошо разрабатываться, однако позже встретилась с трудностями. Если в них доля правды, то новые результаты должны привести к явлению причины, почему так получилось. На наш взгляд, беря за основу новые идеи и результаты, действительно можно объяснить, почему так случилось. Например, для этого можно обратить внимание на следующие основные формулы, которые план получил в 1900 году и которые позже в 1911 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видим, в 1911 году план был сделан вывод о том, что для квантовой физики основополагающей является понятие квантовой энергии, выводанной с помощью формулы. При получении формулы В, как известно, он вел, так называемой квантовой гипотезой. Тогда как им же в работе, доложенном в 1-й Салвеевский конгрессе в 1911 году, он при получении доказательств соотношения вида. Теперь уже при получении строгого доказательства этого сокращения в таком форме, он сделал вывод, что оказывается основополагающим в квантовой физике является не квант энергии, а квант действия. Как известно, это в этом 1-й Салвеевском конгрессе вызвало оживленную дискуссию. Фуанкаре и Лоренц в очень мягком форме возразили, что это правильно. Фуанкаре сказал, что он хорошо знает о законном сохранении энергии, о законном сохранении вещества и так далее, то не знает о законном сохранении действия. И выразил сомнение, что здесь Фуанк поступает правильно. Он считал, что его первоначальная идея о квант энергии истинна. А Лоренц сказал, что не знает, как тогда... А Лоренц сказал, что Фуанк в 1200 году впервые ввел понятие о квант энергии, то это привел к прекрасному объяснению опыта. Поэтому, сказал он, приоритет следовало бы отдавать к выбору кванта энергии, а не кванта действия. А как известно, так получилось. Однако, как известно, несмотря на все это, в свое время дальнейшая разработка основы физики пошла по пути, где в роли основополагающих был принят квант действия. На наш взгляд, теперь, беря за основу новых результатов, мы имеем возможность выяснить причину того, почему Фуанк в работе, доложенном в Салвеевском конгрессе в 2011 году, получил не совсем истинный результат. Основная причина заключается в том, что он в этой работе для получения доказательства соотношения вида... Значит, вот это доказательства. Ранее имиджи получили только в рамках термно-хооточной дивизии частиц. А, я хочу сказать так. В общем, он в 209 году, при получении этого соотношения, как известно, он работал в рамках представления термодинамики и статомеханики, молекулярно-кинетических представлений, теории хоотических движущих частиц. А потом, в 2011 году, при получении этого доказательства, наряду с ранениями гипса для статсумы, пользовался соотношением вида, написано для лене-гармонического осциллятора, который является вообще-то системой N подчиненных связанных частиц. Значит, одним словом, основным выводом моей работы является в том, что теоретически физика позже очень много трудностей возникли из-за того, что при решении уравнения Гамильтона, значит, не совсем, или забыли, где-то, где забыл, где нет, уж одним словом, не все сами обратили внимание, что теория N частиц разрабатывается, лучше разработана независимо по пути теории N частиц подчиненных связям, упорядочных движущих частиц, и теории N каотических движущих частиц. Лучше их вместе не рассматривать. А Планк, работа 11-го года, как раз этот закон нарушил. Он представление теории упорядочных движущих частиц и хаотических движущих частиц совместно рассматривал, и тем самым получил желаемый результат. Но физически это было недопустимо. На наш взгляд, беря за основу новые идеи и результаты, можно интерпретировать природу основного уравнения матричной механики. Как известно, Гейзенберг, когда он впервые начал разрабатывать основополагающие идеи матричной механики, в начале работы в области квантовитеродисперсии, обратил внимание, что для того, чтобы удовлетворительно объяснить экспериментальные данные, основные уравнения классической механики, которые получены для взаимозависимости, ненаблюдаемых величин, недостаточны. Отсюда он сделал вывод, что эти уравнения классической механики должны быть преобразованы в уравнение, которое бы дал взаимозависимость наблюдаемых величин. Как известно, он в своей рукописи, которую он передал Макс Борну, дал решение задач, для решения задач, которую он поставил перед собой, исходил из анализа уравнения движения классической механики вида А. Затем он, имея в виду, что имеет место соотношение вида В для координаты разложения. Далее на его основе вначале получил выражение В. Вот из этого соотношения искусственно, совершенно искусственным путем перешел на это соотношение. Бил искусственную дискретность. Н, конечно, Н. Затем заменил членами нового, членами этого разложения В, членами нового типа Г, тоже сделал было искусственным. И на этом уровне он ввел понятие амплитуды перехода, частоты перехода. Теперь, если на все это смотреться позиции новых результатов, то можно заметить, что в рамках возможности нового подхода, тех задач, которые Гейзенберг при переходе от уравнения А к уравнения В и Г, которые были получены искусственно, можно получить строго для этого, придавая новый смысл основным уравнениям теории Гамильтона и Шреддингера и статомеханики Гибса, как уравнение имеющих смысл полученных изречеем уравнения Гамильтона для многоприятных движущихся частиц и для многоприятных движущихся частиц. Спасибо. Ровно уложился докладчик в подведенное время. Уважаемые коллеги, в свое время Бертранд Ассел обратил внимание на то, что на этом пути познания нас ввели в ловушку, страшную причем. Он предложил, что всякое логическое рассуждение не приводит к развитию. Всякое утверждение логическое, философское должно добавляться в фактор действия, потому что действительность – это действие. Закон сохранения действия не тот, который пишет и который вы читаете, а вот Мишневский. Но хитрость в том заключается, что когда вы пишете равенство, левая часть – она правая. У вас нет развития, нет творения. Поэтому был предложен логистический способ решения перед начальником. Все действия – это то, что задумано. Вы прибавляете еще то, что связано с действием духа, движения. И это не равно, а переходит в силу реакции и минус L реакции. У вас происходит качественное изменение энергии самой. Поэтому у вас никогда уравнение – это определение одно через другое. Оно в себе не содержит качественного перехода состояния. Из-за того состояния – другое. Поэтому всегда должны быть не уравнения. С помощью уравнения вы никогда не получите акт творения, который характерен для природных процессов. Спасибо. Хорошо. Спасибо.